Всем привет! Сегодня хотел с вами поговорить о таких простых достаточно вещах, но начинающие могут этого не знать, поэтому если вы великий профессионал в деле самогоноварения, вы можете не смотреть. Если вы думаете, что можете где-то ошибаться, то смотрите, можете спорить в комментариях о том, что я скажу, но мы поговорим с вами о простых ошибках новичков. Новичков самогоноварений, то есть будем говорить об ошибках самогонщиков или каких-то малых знаниях, недостатке знаний. Давайте начнем. Попробуем начать с браги. Могу путаться, я делаю свои ролики без сценариев, поэтому буду рассказывать, так как примерно помню, что в голове есть. Если будет что-то не по порядку, если не досмотрите видео, будете сами виноваты, как говорится. Итак, про брагу. Брага с низким гидромодулем, то есть если вы делаете брагу с гидромодулем 1 к 3, на турбодрожжах или просто, не очень подходит для простых аппаратов. То есть тут не то, что новички, новички разные аппараты покупают. Но для простых аппаратов такая брага не очень хороша. Это то есть аппараты прямоточные, аппараты с сухопарником и подобные. Брагу с таким гидромодулем можно делать для колонн. Если вы делаете такую брагу и перегоняете ее на простом аппарате, вы получаете гораздо большее количество примесей различных не очень хороших для нашего дела. Не может простой аппарат очистить хорошо самогон. Соответственно, брага с гидромодулем 1 к 3, даже 1 к 4, возможно, будет не очень хорошая. Соответственно, чтобы сделать хорошую брагу, особенно новичкам, я рекомендую делать гидромодуль 1 к 5. 1 килограмм того же сахара на 5 литров воды. Это будет более правильно. Дальше, опять же, если про брагу говорить. Брага на варенье. Очень многие ее любят. Правда, варенья не так много в учет последнее время используется. У меня мало было его. Брага вкусная, пахнет. Самогон получается тоже достаточно вкусный. Но если, опять же, вы делаете это на простом аппарате, почему-то замечено многими мной и друзьями, знакомыми, что самогон из варенья тяжелый на утро. То есть, от него болит башка поутру. Он гораздо тяжелее, чем, допустим, тот же сахарный. Не будем углубляться мы в дебри химии и прочего. Но это такой факт есть. Если у вас как-то проходит это все хорошо после варенья, точнее, после самогона из варенья, то можете сказать мне в комментариях, что это хорошо. Но вот как-то мое мнение и мнение моих знакомых практически на сто процентов она тяжелее. По утреннему состоянию тяжелее. Дальше, опять же, если по браге, то когда вы делаете фруктовую, вернее, фруктовую брагу, да, когда вы делаете фруктовую брагу, во фруктовых самогонах для аромата важны головы. Но не сами головы, а так называемые подголовники. То есть то, что идет после отбора голов, есть небольшая часть ароматическая. Вот она нужна для ароматики. Если вы делаете зерновую брагу, то там, наоборот, нужно добавлять чуть-чуть хвостов. Здесь вам нужно будет поиграться. Это, опять же, для тех, кто делает это первые разы, как-то пристраивается к этому. То есть фруктовые браги важны головные фракции, а в зерновых брагах важны хвосты для ароматики. Дальше, опять же, всем новичкам рекомендую, особенно с простыми теми же аппаратами, осветляйте брагу. Не гонитесь за скоростью, не спешите. Вы делаете для себя, делаете все-таки качественный продукт. Нет, если вы делаете на продажу, там пофиг. Как бы продавайте, торгуйте, ваше говно купят, как говорится, и вы будете рады. Но брагу нужно осветлять. Либо она осветлится у вас сама. Можете использовать, я их очень не люблю, но можете использовать всякие бентониты, вот эти кошачьи туалеты и прочее. Но брага прекрасно осветляется сама. Опять же, не нужно спешить. Дальше про брагу. Не бойтесь подкормки. Особенно на простых дрожжах делайте подкормку. Подкормка очень важна. Брага будет чище, быстрее сбродит, дрожжам будет там хорошо жить, размножаться и есть сахар, делайте из него спирт. Про подкормку у меня есть маленький ролик по поводу аммиачной подкормки. Можете посмотреть, если кто не знает подкормку, не бойтесь. Дальше, не так уж важен гидрозатвор на сахарной браге. Точнее, по моей практике, опять же, по практике знакомых, он вообще не нужен. Сахарную брагу просто можно накрыть крышкой, ничего с ней не будет. Даже не то, что закрывать там как-то плотно, а просто накрыть. Можно даже не накрывать, но просто, чтобы мусор туда не летел, какие-то мухи не прилетели и что-то еще. Просто накрыли крышкой, любой там можно даже фанеркой ведро накрыть и она будет бродить, проблем с этим не будет вообще. Про брагу, может быть, еще что вспомню, потом скажу. А так, дальше что еще? Много любителей чистить углем. И спирт-сырец чистят после первой перегонки и потом чистят. Если вы чистите углем, не делайте это долго. То есть, как правило, многие, я знаю, такие начинающие, бухают просто уголь в банку и он у них может там сутки стоять и больше. Это плохо. Вы это поймете потом по вкусу, по добавлению этих из-за угля альдегидов и прочее, прочее, прочее. Если углевать, то углевать надо через колонну углу по определенному времени, потому что есть такая хитрость, что можно проуглевать, пролить через колонну один раз будет у вас не очень, пролить через нее два раза будет шикарно, проливаете три раза получается дрянь. Нужно для каждого конкретно аппарата, для каждого самогона подбирать свое вот это вот время углевания, так называемое. Поэтому не делайте долго, лучше делайте вот через колонну, даже можно самодельную, простую, я, возможно, сниму видео, покажу вам, как это делается, там все просто. Но делайте вот такие временные промежутки, то есть она должна проливаться и там вот уже сколько раз это уже по вкусу вам подбирать. Дальше очень частые споры, чем разбавлять, точнее ничем, а как. Спирт в воду лить, воду в спирт лить, куча там этих разбитых уже, я не знаю, морд, наверное, за этими спорами. На самом деле все равно. Вот абсолютно пофиг, что во что лить, спирт в воду или воду в спирт. Разбавляете, если вы это пьете сразу, там есть разница, он нагревается, а если постоит это у вас недельку, вы разницы не заметите, что во что влили, а постоять все-таки лучше после разведения, любому самогону, спирту. Лучше, чтобы он постоял. Так, ну давайте, что еще у нас? Про куб. Когда покупают особенно аппараты, все почему-то стесняются, очень часто стесняются и покупают маленький куб, там на 10-12 литров. Типа я много не пью, я такой домашний самогонщик, иногда что-то еще. Не стоит брать маленький куб. То есть все-таки вот бродильные емкости, как правило, у всех там 19 вот эти вот пластиковые, либо 20 литров. У начинающих такие емкости, как правило. Соответственно куб вам надо где-то 25 литров и больше на будущее потом. Если вы там будущего великого не планируете, то 25 литров такой оптимальный размер. Это опять же подводит нас к другой такой хитрости или секрету и ошибкам. Куб надо наполнять не до конца. То есть у вас должен быть запас на пену и на брызгу нос. Иначе может быть много проблем, может наплюхать браги в самогон, может забиться тоненькая трубка в вашем самогонном аппарате, тогда до взрыва недалеко. То есть всегда нужно делать, оставлять место в кубе на кипение и на пену. Если будете делать и зерновые, ну можно даже и в сахарную, не поленитесь, купите вот такую вещь. Называется пеногаситель. Классная штука. Несколько капель капаете и у вас пены нет практически совсем. Вещь безвредная, очень такая копеечная. Тут вот это вот сколько стоило? 130 рублей, по-моему, не так давно покупал. Это уже чуть подорожало. Ну как у нас все сейчас дорожает, так и это. Не поленитесь, купите пеногаситель вещь. Один мой знакомый его использует как средство от вздутия живота. То есть он его просто туда макает какую-то отвертку или зубочистку, облизывает и там, по-моему, я не помню, испумизан или что-то такое вот, заменяет это все классно. Он говорит, что классно. То есть от вздутия живота даже помогает. Состав, я думаю, очень похож в этих всех лекарственных, которые в аптеках продаются и в этом пеногасителе. Смысл у них тоже одинаковый. Значит следующие ошибки. Самая большая ошибка не бухать при перегоне. Не пейте вы при перегоне. Успеете вы напиться, успеете вы попробовать и все остальное. Не пейте. Это опасно. Особенно если вы это делаете на газу гоните. Перегонка на газу всегда опаснее, чем на той же индукционке. Хотя это тоже как бы любая перегонка, вообще любое наше хобби, оно таит в себе небольшую опасность. Будь там у вас сотни этих подрывных клапанов, стоящих на кубе, не важно. Всегда важна аккуратность. Если вы будете бухать, когда гоните, будете еще уставшим, можете потом просто прилечь, отдохнуть и могут взорваться пары. То есть, если, допустим, вода у вас перестала идти и что-то еще взрываются, как правило, вот эти вот страшилки, которые показывают по телевизору, взрываются в основном пары. Если вы посмотрите внимательно эти все страшилки про взорвавшийся самогонный аппарат, там ой-ой, вот это все, то, как правило, взрываются пары. А пары взрываются только от того, что вода перестала идти. Куб сам, ничего с ним не случится, даже если у вас оттуда все выкипит, он просто может расплавиться на газу и все. Больших каких-то там страшных последствий таких не будет. Соответственно, если вы гоните на газу, да и вообще на чем угодно, приемную емкость ставьте дальше от аппарата. То есть, если вы гоните на газу, поставьте ее лучше на пол, тоже так же на любой индукционке, чтобы туда не накапало, не налилось. Все это отдаляйте на шланги, пусть это стоит подальше. Кстати, да, про шланги. Шланги обязательно используйте силиконовые, пищевой силикон. Если будете использовать какие-то ПВХ и прочие, не жадничайте, используйте пищевой силикон. Иначе можете получить и мутный напиток, и хрен знает какие примеси в вашем напитке. Это важно. Прокладки в аппарате, соответственно, тоже пищевой силикон, но это, я думаю, вы знаете, повторять вам не стоит. Дальше еще такая одна из ошибок. На многих аппаратах, особенно которые новички покупают, стоят термометры биметаллические. Ну, то есть, такая большая колобаха со стрелками. Если есть возможность, замените его на цифровой. Будет вам удобней, будет следить проще. Цифровые, вот такие вот даже самые простые, гораздо удобней. Такая вот фигня продается. Вот сам недавно себе брал, по-моему, на Вайлдберрис. Там что-то он 160 рублей стоит. То есть, замените, сделайте. Подумайте, на любом аппарате можно это заменить. Есть куча еще других. На цифровом аппарате, вернее, на цифровом термометре работать удобней, проще, и как бы вам будет это все легче намного. Те же спиртометры, ореометры и прочее. Не пользуйтесь вот этими колхозными из хостоваров, которые там от нуля до ста. Врут они безбожно. Я, конечно, понимаю, что, в принципе, многим все равно 40 градусов или 45, но все-таки вы делаете продукт хороший, делаете для себя. Но старайтесь для себя купить вот такой наборчик, в Китае он там стоит сейчас, не знаю, сколько он, рублей 600 может стоить. Давно я свой брал с тремя вот этими вот АСП, с градусником, с термометром, чтобы делать корректировки. Там табличка здесь у них была по корректировке температуры. То есть, не жалейте денег на какие-то мелочи, которые вам помогут в вашем деле. Разводите, опять же, тоже самая большая ошибка, разводить какой-то водой из-под крана, колодезной и прочее. Если у вас там, конечно, в колодце или где вы там в каком-то может быть источнике набираете воду и она очень мягкая, то хорошо. Но смотрите, там могут быть примеси, какие-то талые воды и прочее. То есть, разводите хорошей водой. Это может быть вода из осмоса, вода из каких-то хороших фильтров или покупная вода мягкая. Подберите себе, опять же, по вкусу. Это только вот ваш вкус. Здесь вот никто вам не поможет. Вы сами можете это все сделать и подобрать по собственным интересам и вкусам. Где хранить? Тоже важно. Где хранить самогон? Уже выгнанный ваш продукт. Храните его в стекле. Не используйте вот эти вот пластиковые канистры, пятилитровые, всякие полторашки. Неважно. Спирт не должен быть в этих пластиковых канистрах. Даже если они пищевые, написано, что она пищевая, не стоит там хранить. Потому что в пищевой вы можете хранить максимум, наверное, по градусам это вино. И то я бы не стал. Если уж как бы совсем денег нету, не знаю, может быть и храните, но я бы не стал вообще. Банки недорого стоят, не знаю, трехлитровые, пятилитровые, десятилитровые. Какие угодно под ваши нужды. Пластик не используйте. Канцерогенов много выдаст вам этот пластик. По одной простой причине, что для спирта мало предназначено пластиков таких. Вряд ли вы найдете те канистры, которые именно для спиртов. По очистке еще самогона это не очищайте самогон через бытовые фильтры кувшины. Да, вроде бы все хорошо. По вкусу, по запаху достаточно приятно. Но неизвестно, какие смолы добавлены в этом фильтре, который стоит в кувшине. То есть смолы там добавляются, всякие вот эти ионообмены, еще какие-то. Не вдавался опять же в подробности. Неизвестно, что в этом фильтре. Неизвестно, что пройдет. Для воды хорошо, для спирта плохо. Поэтому, если вы будете прогонять через этот фильтр, он вам может туда добавить каких-то примесей, которые совсем не нужны в вашем продукте. Он уже чистый, хороший. А вы туда добавляете какую-то химию. Не делайте этого. Лучше соберите этот фильтр, сами разберите эту крышку, засыпьте туда угля. Уголь можете купить. Любой либо кокосовый, либо березовый рассыпной продается. Можете туда засыпать этот уголь и через него прогонять. Тогда будет все хорошо. А так в этом фильтре не очень приятные составы для спирта. Это уже известно точно. В общем-то, наверное, больше я вам не помню, что сказать толком. Единственное, еще вспомнил первый перегон браги, сахарные браги, делайте, опять же, на простых аппаратах. Это больше важно. Делайте до 20 градусов в струе. То есть, когда вы перегоняете брагу, перегоняете брагу до 20 градусов в струе. Дальше большого смысла нету, плюс вы нахапаете вонища лишней. А простые аппараты, аппараты с сухопарниками, прямотоки и какие-то мини колонны простые, не очистят вам самогон от этой вонищи. Потом вы будете мучиться уже с углем и прочим, там вам что-то будет не нравиться. Не жадничайте. Гидромодуль 1 к 5, перегонка браги до 20 градусов в струе. Это хорошие правила, на них многие делают ошибки. Если там что-то еще вспомните, пишите в комментариях. Обсудим с удовольствием. Если с чем-то не согласны, можете тоже поругаться в комментариях. Ради бога, я только это приветствую. Поры люблю. В общем-то, сказал вроде бы все. Всем удачи!